Копать глубоко? Копай глубоко. На этой неделе в Сочи стартовала акция «Посади дерево». И вот уже новая партия тисов появилась на территории 39-го дома по улице Макаренко. Высаживать деревья, кустарники и цветы для жильцов уже привычное дело. Каждый старается внести свою лепту в благоустройство придомовой территории. Саженцы закупают сами, впрочем, как и всю необходимую для садоводства утварь. Ухоженный зелёный склон и цветущие палисадники радуют глаз прохожих круглый год. Люди, сами понимаете, творческие. Вот не стоят на месте, сами предлагают. Вот давайте это сделаем, давайте это сделаем. У нас очень много было сухостоя. Вырублен весь сухостой. Вы видите, какая у нас территория облагороженная, ухоженная. Высаживаем цветы не только многолетники, но и однолетники. То есть, чтобы была смена у нас сезона. Папоротники, хвойные деревья, ягодные кустарники и сезонные цветы за последние четыре года появились и под окнами Галины Сергеевой. Вдохновение навеял палисадник домкома, который Галина увидела, приехав с семьёй на новое место жительства. Дом мне понравился сразу. Мне очень понравилась клумба соседская. Я решила, что я тоже буду здесь заниматься цветами. Ну, в принципе, я вообще цветы очень люблю. Разные растения, цветы. Вот окна мои. Участок здесь был свободный. Так что мне повезло. Уют создан не только на прилегающей территории. Цветы есть и в так называемых предбанниках. Практически на каждом этаже. Жильцы заботятся и о чистоте подъездов. Своими силами сделали их облицовку и покрасили стены. Но на первом месте вопрос безопасности. Камеры видеонаблюдения уже установлены на детской площадке. В ближайшее время появятся у подъездов из торцов дома. Контроль за чердаками, подвальными помещениями. Подаёт акты на движение, перемещение лиц, которые проживают в доме с дачей людьми, которые сдают эти квартиры в наём. Так что вот у нас с этим домом абсолютно налажено правильное взаимоотношение вопроса безопасности. Поддерживать звание образцового дома жителям помогает управляющая компания ИТОС. В этом году Совет территориального общественного самоуправления Заречной включился в борьбу за звание лучшего. В конкурсе по благоустройству поданы заявки и от домкома в номинациях «Лучший дом», «Двор» и «Подъезд». Создать красоту и принять участие в ежегодном городском конкурсе могут все желающие. Обращаться нужно в районы администрации. Что касается центрального, то работа по заявкам уже идёт активно. По ТОСам уже все заявки поданы. По номинации «Лучший дворик» у нас подано 15 заявок. По номинации «Лучший дом» у нас подано 23 заявки. «Лучший подъезд» 11 заявок. И, соответственно, управляющие компании тоже подают заявки на участие в данном конкурсе. Каждая заявка обрабатывается и на места выезжает конкурсная комиссия. Специалисты подводят промежуточные итоги. А итоговое решение будет озвучено 18 ноября во время награждения победителей конкурса на лучшее благоустройство.